Всем привет, и с вами Бриз. Сегодня у нас тема, о которой почему-то очень многие спрашивали, просили рассказать, поделиться своим мнением. А именно, ребята, арт-блог. Эх, слово страшное для любого художника. Ну а если художник еще и живет за счет своих артов, то это звучит почти как смертный приговор. Меня реально много кто-то спрашивал про арт-блог и его последствия, про то, какие были ситуации у меня с ним, как я справилась, ну и прочее в таком вот духе. Как всегда, предупреждение, что это не совсем какой-то туториал или список действий, которые прям вот 100% вам помогут. Это скорее просто рассказ о том, что было у меня и что помогло мне. Я ведь человек, личность не такая, как другие. Вы тоже не такие, мы все как бы разные и каждый переносит проблемы по-своему. А у кого-то вообще не было арт-блога. И сидит этот человек сейчас, смотрит и думает, вот что художники уже не сделают, что не придумают, лишь бы оправдать свою лень. Ну, в общем, вы поняли. Универсального решения просто нет. Но мы попробуем разобраться в этом. Итак, что это за зверь такой страшный и почему он приходит к художникам? Итак, арт-блог вещь вообще странная. По идее, не наступает от выгорания, но может произойти и наоборот. Вы, например, долго не рисовали по личным причинам, но у вас не было времени, школа, работа, куча других причин. И вот, наконец-то, вы его нашли, достали лист, карандаш и все. Арт-блог не получается ничего. Вот пытаешься, пытаешься, а никак. Сидишь над этим пустым листом и как-то не получается взять карандаш. Вот я пару раз впадала в так называемую художественную депрессию, как раз из-за перегорания. И это было пару лет назад, я рисовала, и пусть не очень много, но может пару артов в месяц. А активы и прочих плюшек это аудитории, которую все художники хотят получить. Ничего не было, в общем. Омом я понимала, что надо просто больше рисовать, ведь люди не могут ко мне прийти, если видят, что я делаю полтора артов в месяц. Ну, кому это надо? Но все равно руки опускались. Второй раз было уже практически недавно, полгода назад, когда я начала вести свой канал. О, ребят, спасибо всем, кто смотрит меня, слушает, неважно. Благодаря вам у меня дела идут хотя бы хорошо, мне нравится рассказывать какую фигню, потом читать комментарии, отвечать. Ну, в общем-то, вести канал. Это довольно весело, увлекательно, в общем-то. Но раньше, раньше это было просто все в пустоту. Я вот делаю контент, записываю его, редачу звук, монтаж делаю. Хоть, конечно, и не сложное, но у меня компьютер, да, исторически, он и это еле вывозит. Но, неважно. Выкладывала я это все, и ничего не происходило. Я до сих пор не знаю, как работает YouTube, я просто не понимаю его алгоритмы. Они меня и сейчас убивают. Но тогда они просто хотели меня заколотить в гробу и не дать выйти вообще никуда. Люди не приходили вообще ниоткуда. Я топталась на месте очень и очень долго. И, естественно, я перегорела, и наступил тот самый арт-блог. Так, как же с ним бороться? Как я сказала уже, универсального способа просто нет. У каждого он свой. Но лично я живу по принципу Наруто. Наруто учил не сдаваться, вот и я не сдамся. Да, иногда мне кажется, что я слишком много смотрю аниме, но неважно. Когда у меня опускаются руки, я не хочу ничего делать, я просто сажусь и делаю дальше. Так было всегда, и дальше, видимо, так и будет. Такой уже у меня характер. Меня раздражал тот факт, что я работаю, 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 и ничего не происходит, ничего не меняется. Но больше этого меня бесило только осознание того, что я знала, что если я не сяду и не сделаю, то никто не сделает. И я тогда точно абсолютно ничего не добьюсь того, чего хотела добиться. Ну, а еще я буду злиться на прошлое себя, что вот, я такая растяпа, несобранная, не смогла заставить себя сесть и сделать. Это же 5 минут времени. Ну, грубо говоря, конечно. Да, такой себе способ. Некоторые могут просто перегореть сильнее, так что лучше рассчитывайте свои силы. Для меня это просто пока что номер один. Я всегда так делаю, даже когда я устаю, когда у меня не получается. В основном то, что я делаю. Ну, а если у вас просто не получается совсем-совсем, то второй способ, который тоже помогает. Возьмите перерыв. Серьезно. Сколько можно давить на себя и на свой организм? Ну, не хочет он уже рисовать. Все, посидели за компом, не получилось. Идите, поиграйте. Че у вас там в геншине? Ваш точек, в чем молодежь играет, я не знаю. Почитайте. Или выйдите на улицу. Лично улица на мне очень мало работает. Я туда выхожу только если меня прям заставить. Но вдруг вам нравится, сходите, да. Займитесь тем, что, в общем-то, далеко от рисования. Как только передохнете, просто попробуйте снова. Не надо себя заставлять. Еще один вариант. Найти источник вдохновения. Итак, мини-стори-тайм. Меня часто родители заставляют работать на даче, которую я, конечно же, не люблю. Но есть там одно место. Там очень красиво и довольно спокойно. Людей почти нет. И когда я нахожусь у родителей, я каждый вечер хожу туда. Потому что это место меня успокаивает. Я посижу там, подумаю, отвлекусь. И мне часто приходят идеи для артов, когда я там. И очень-очень жаль, что такого места у меня нет у себя дома. Недалеко от него. Потому что это очень далеко. Но, тем не менее, возможно, у вас есть такое место. Делайте наброски. Много набросков. Не получается нарисовать полноценку. Так и зачем? Вы давите на себя. Ну, не получается. И все. Скетчи не получаются. Ну, ладно. Делайте наброски. Такие вот супер-супер быстрые зарисовки. Наброски разных поз. Желательно сложных и без референсов. Я знаю, что это звучит как вредный совет. Но это делается не для обучения. А просто, чтобы разрисовать. В свое время я сидела на сайте для коллабного рисования. И рисовала там как раз супер какие-то для меня сложные позы. Они выходили супер-мега криво. Но мне просто нравилось это делать. Это было просто прикольно. И это мне помогло в будущем рисовать полноценки. Особенно, если вы уже сделали эту кривую косую позу. Когда вы найдете референс, она у вас просто получится лучше. Вот вы разрисуетесь. И поверьте, какой-нибудь набросок вам просто захочется закончить. И руки к нему потянутся. Любимые персонажи. Когда я не хочу. Ну, или у меня не получается рисовать. Или мне нужно делать коммиссион. А у меня он не получается. Я иду и рисую своих осов. Ну, скетчу их просто в тетради. Потому что я люблю их. И их вид мне поднимает настроение. Когда я вижу своего персонажа. Мне хорошо. Ну, вот такой вот я человек. И еще бывает, что пока скетчу их, я рисую какую-то другую одежду. Ну, чисто от балды. И потом это становится основой для будущего дизайна. Так что получаются одни плюсы. В общем, ребят, вот такой вот видос получился. Делитесь, пожалуйста, своими способами борьбы с артблоком. Потому что лично для меня, несмотря на то, что я выделила какие-то способы, все это какие-то мелкие способы. В плане, когда я просто устаю. Самые большие срывы у меня были всего пару раз. И мне побороться с ними помогли как раз первые два способа. Но еще раз, кому-то это может просто не помочь. Вы еще должны понимать, что артблоки случаются независимо от количества аудитории у людей. Перегорание может произойти с любым человеком. Так что я бы не назвала бы советом, типа, вот найди аудиторию, пусть они тебя хвалят. Это такое себе. Даже при большом количестве комплиментов не факт, что это вам поможет разрисоваться, если у вас не получается сейчас. Так что не сдавайтесь. Помните, что все еще впереди. Всегда, если вы будете много работать, это всегда окупается. Абсолютно. Ну и всем, кто досмотрел до конца, большое спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Чекайте мои рисунки в паблике или в инстаграме. А лучше и там, и там. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.